А я вас не вижу. Теперь ты меня не видишь. Не знаю, что это такое. У меня тут работает нормально. Сейчас еще раз. Опять исчез. И ты, и я. Сейчас, сейчас, сейчас. Минуточку. Все, я появился, но вас не вижу. Ну, я же виден был? Нет. У вас что-то не ладится там. Посмотрите, какое-нибудь нажать там надо. Там, где видео нажато, нет у вас? Да. Если нажато, то, значит, не будет видно. Нажато. Разблокировать надо. Не нажимать на ее, не нажимать. Когда нажато, она перечеркнется. Посмотрите. Хорошо. Ну, вы меня видите. Это самое главное, я думаю. Я вижу. Бритый, мордастый. Да. Это, хотел у меня к вам вопрос. Я выписал на листочке. Можно задавать, да? Да, конечно. Пожалуйста. Так у нас все записывается. Слушай, выставляется в интернет? Я не против? Нет, не против. Вот давай, пожалуйста. Можно ли выгнать всех бесов и сразу, как бы? Да. Такой вопрос никогда не ставится. Ни Христу это не ставили, нет. Нигде это такой вопрос не разбирается. Это все в конкретном случае, когда что-то как бывает. Притом, однако, Господь исцеляет всех, а другой раз прикоснулся там, видит людей, как деревья. А почему не сразу? А кому вопрос-то? Вопрос Господу. Этот вопрос никто не ответит. А если будет отвечать, то ничего не знает. Иоанн Златоуц говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. То есть не тешь сатану. Вот было так, что разбирали. Ну, такие любящие поговорить. Сколько бесов умещается на кончике иглы? И они там спорили, там, это у католиков, говорит, было. Нам это не надо. Нам нужно так жить. Избавить нас от лукавого. Все кончилось. Изгоняет легион. Всех сразу выгнал. Нигде не оставил, что наполовину. Наполовину или что-то, это авантюристы так делают. Вот празднуют День семьи Петра и Хевронию. Ты знаешь эту историю? По-моему, да, я слышал. Ну, расскажи, чтобы я дополню тогда. Ой, ну я так поверхностно знаю, знаете, что я даже... Петр Князь. Он воевал и порубил змея. А от него кровь брызнула, как яд. И у него тело покрылось язвами. А была обыкновенная девушка, крестьянка. Хеврония. Узнали, что она лещет травами. Целительница. Он к ней пришел. А она в него сразу же влюбилась, как говорят, по уши. Ну, он-то ее не может взять. Если он ее возьмет, она княгиней не будет. Он сделается крестьянином обыкновенным. Такой закон был. Кверху подниматься нельзя было и с смешанными браками. Иначе вся страна будет. Одних князья, работать некому. Но она сразу полечила его, но одну язву оставила. Она сразу сказала, что женишься на мне, вылечиваю. Но авантюристка. А для православных это образец считается. Но это я говорю сам. Я расследовал. И дальше что получается? Он снова заболел. Опять к ней. И она опять то же самое. Ему выбора не было. Она ему, как говорится, нож в горло. И он решил жениться на ней. А женился на ней. На него восстали жители, его прогнали. Вот какая штука-то. А там эта история очень длинная. Но дело в том, что он остался с нею. И умерли они в один день, в один час. И считается это хорошо. Я это оспариваю. Во-первых, от человека это не зависит. А второе, у жены, по ее природе, у женщины всегда жизнь дольше. И то, что она будет жить дольше, это хорошо. Осталась Сопья Андреевна после Ивана Николаевича Толстого. Она и была... Сколько лет для него? Была Анна Григорьевна близкой подругой, секретарем. И сделалась женою. Он первый раз неудачно женился, умерла жена. Достоевского Федора Михайловича. А она была пишущей машинкой. Она его проповеди распространяла. Это же самое к ней Перущехова. В одно время умирать в этом никакого блага нет. Кто-то остается с детьми, кто-то дела улаживает недоделанные. А православные все в одно место, в одно время. Нет. Так вот и здесь. Если мы хотим истину знать, вопрос один. Задавай так. Что говорит об этом Святая Библия? Вопрос закончен. Если я знаю, я отвечу. Если там нету, значит, я не знаю. И я не стыжусь это сказать. Почему? Господь Бог всемогущий, всеведущий скрыл это. Чтобы люди не буждали в потемках. Если у нас да, да. Если нет, хоть зарежь нет. А что сверх того, то от лукавого. От лукавого, да. Вот так. Вот вам ответ. Значит, следующий вопрос. Могут ли бесы вернуться обратно в человека? Как угодно. Написано, говорит, он ходит изданный по безводным местам, говорит, возвращусь, и находит незанятым. И вселяется, берет самой семь злейших товарищей, квартирантов-то. И бывает то последнее хуже первого. А почему не занято? Потому что не пошел на святое благовестие. Потому что не отвергся себя. Мы просим, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Про Бога. Какая воля? Как закалять? А нам не надо ее закалять. Воля зависит от того, как ты верен Богу. Величие цели требует отречься от самого себя. Я ради Бога это делаю. Меня допрашивали сколько раз. Мне в КГБ говорили, вам бы только, Игнатий Тихонович, у нас работать. То есть я знаю, что, куда, почему, как. Но за все время от меня не получили никаких сведений ни о ком. А сегодня, которые на меня нападают, выдумывают что-то. Я знаю, это дети тех, которые выдавали кого-то. Стукачи, проклятые людьми, Богом. Он ищет что-то там у меня в лагере, я не так делал. 45 лет я начальник, а ты 45 часов не был. Я тысячи дней поднял, а ты своих бросил. И он теперь издевается, кривляется. Я что могу? Только молиться, Господи. Не порази его, чтобы он уверовал. И эту безумную его акцию против меня, ролик за роликом составлять. Оставь ему, Господи. На судный день только помнить, но чтобы он не погиб. Я о нем молюсь. А он каждым днем все борзее, борзее. Но я знаю, что ролик составил полтора часа. Он часа два искал у меня, на моих же ресурсах там. И что бы я ни делал, он все ковыркает. А почему он на вас напал? Потому что я на него напал первый. Когда я увидел он... Я только один раз глянул на него, на лицо. Какое лицо, как говорит, я понял, что там подлость через глаза. Это нехороший, неверующий человек. Безбожник. Безбожник и, может быть, был в сектантах когда-то. И оказалось, все так. Вот Синицкий, посмотри, что он делает сейчас. Александр. И он напал на Златоуста. Биографию Златоуста коверкает, извращает. Но тут я не мог молчать. И я сказал, в чем он не прав. То есть он своим лживым, ядовитым, поганым языком коснулся святыни, перед которым я не смею глаза поднять. Естественно, я знал, что он ополчится. Его пытался вызвать. Сергей парализован, он никак не вылез. А сейчас, дескать, я хотел бы, чтобы он со мной поговорил. Лжец. А что я должен делать? Усилиться в молитве. Это венец. Когда будут неправильно злословить вас. Велика ваша награда на небесах. Аллилуйя. У меня непрерывная песня идет. Плохо, что ты не видишь меня. Как я руками взмахиваю. Слушаю дальше. Следующая тема. Как бы вопрос тоже. Власть, всякая власть от Бога. Ну, как в Евангелии сказано. Допущено. Допущено и поставлено. Я сразу отвечаю. Вопрос ясный. Допущено. Это одно дело. По опущениям Божьим за грехи людей. А другая дана такая, чтобы людей вывести из тупика греховного. Власть Моисея. Она от Бога. Власть Даниила, который дал ему Бог. От Бога. Власть, которую получил Самуил. Была она от Бога. Он пророк Божий был-то. А когда Саул пришел, его Бог поставил. Но он собратился от Бога. Но он не хотел его ставить. Но народ настоял. Чтобы у нас, как у других царей, был президент. Он поставил. И он сделался таким тоталитарным деспотом. Город Новосвященнический. Датлас сжег. И кончил жизнь с чем? Перед смертью пошел к ведьме, которая их гонял. Давил. И кончил жизнь самоубийством. То есть он в аду. Почему так долго? У них не было имени Саул. Саул никогда. Но Саул считается это то же самое имя. Вот все. Я понял. Ну вот СССР. Какой власти? Попущение Божье. Это антивласть. Антивласть была. Сатана развязан. Демоны вышли на свободу. Иоанн Кронштадтский предупреждал. Не будет царя. Бог даст такую власть. Бищ в лицо. И вот они были. Они своих уничтожали всех. Насколько верить Кораблину, профессору, и Солженицыну, то 110 миллионов славянских голов отлетело. Это с войной со всем вместе. А вот сейчас за время перестройки в России 120 миллионов абортов было. Даже в войну, и то только не больше 30 миллионов потеряли мужчин. Так что, от кого эта власть? Почему власть не запретит аборты? И запретил только один мусульманин. Рамзан Ахматович Кадыров. Дай ему Бог сил и здоровья. Аборт это преступление государственное. Уголовное. Все, у них и так почти не было. Ну, русские там. Ну, вот так. То есть, как бы сейчас тоже власть, это тоже попущение. Да, как попущением Божьим она дана. Воровская власть. Они разворовали всю страну. 72 года работали бесплатно. За трудодни. Трудодень это нуль. Никто не знает, что дадут или нет за него. И вдруг в одну ночь решили в Израиле, в Америку перегнать страну. И никто так говорит о Березовске. Как его ставили? Я в окно выгнал. Об окна не чертежник. И гляжу. Две с половиной тысячи грузовиков встают утром в окно. Мои. Мои. А богатство это неплохо. А как? У тебя корова. Ты бережешь ее. Она отелилась. Через два года еще одна корова. А теперь двое еще через два. Уже будет четыре. Вот так. Передавали сыну. Сын внуку. А не так, что проснулся. И у него миллиардер. Ну где Дерипаска работал? Ну конкретно. Покажите. Где он работал? Ну где Абранович работал? Казапутбольное поля там. Разные яхты покупают в Черногории. Виллы. Зачем ему это нужно? Увидал дистюардесса Жукова, Лена. Сразу жену бросил с пятью ребятишками на этих женился. Походят ли вы жеребцы? Вот как. Какая-то власть. Им все это отдали в руки. Но я просто говорю. Я не завидую. И мне это не надо. У меня все есть. Но если бы миллиардер со мной познакомился, я бы сказал. Ну немножко. Хотя миллионов сто откинь мне. Долларов. Я деревню поднимать буду. Дома построим. Дороги. Учителям. Разом три поднять. Они почему меня не найдут? Я сколько раз уже говорил об этом. То ли ролики наши не смотрят. Я понял. Следующий вопрос. Как отличить злопамятство от праведного гнева? Это разница между тьмой и светом. Начнем с праведного гнева. И они говорят. О, гневается человек. Да разве Христос гневался? Я говорю. Ты не читал такое? И показываю. Третья глава Луки. Считай как. И когда спросил. Что творит? Добро или зло? Они не отмечали. И возрел на них с гневом. Возрел на них с гневом. Так вот. А как же так? Когда гнев не от Бога. Златоус говорит. Гнев от Бога. Иначе Бог бы не дал человеку этого чувства. Человек это не гнилая тряпка. А вот за правду гнев, вот здесь надо. А если человек не понимает, тогда никак не гневаться. Это лучший вариант. А у коммунистов 100 убью невинных, но все равно среди них шпиона найду. У нас нет. Пусть 100 шпионов будет, но невинного не отдам. И весь в этом ответ. Следующий вопрос. Почему после исповеди причастия, ну это у меня, да, некоторые грехи не притупляются, а усиливаются? Ну это надо спросить того, у кого они усиливаются. По своему опыту я наоборот скажу. Если я причастился, я как огнедышащий лев златоус говорит. В этот день, где бы я ни говорил, я после этих словах смотрю, они у меня как золотом вычерчены. Ко всем талантам добавляется еще один. На абсолютной чистоте прожить день. А вот когда так, не так, это недостойно причащался, значит, внутри бес руководил этим. Как так? Огонь, попавляющий в первом уста. Такого быть не может. И не должно быть. Это неправильно. Значит, причастие пошло в грех. И так, потому из вас многие больные немало умирают. Ибо принимай тело Христово, не рассуждая о нем. 11 глава 1 Коринфянам. Следующий вопрос. Хочу выдавить из себя свое «я». Гордость, страх, так сказать. Показаться быть слабым и обиженным. Ну, там перед ним. Так, сначала тот вопрос закончу. А когда злопамятство, вот кто-то сделал туда-то, я ему все равно рано или поздно отомщу. Да что б ему. И он затронул, говорит, уподобляет демонам. Очень злопамятный старобрядцы. Из всех, каких я знаю, ну, может быть, у других есть, но они так сильно выражены. У них вообще всеобщее. Вот там, Никон, 300 лет назад, 365 лет, и они не могут успокоиться. И Бог лишил их великих талантов. За 365 лет ни одного проповедника, ни одного миссионера нету. Такого, чтобы не просто там стоял, только рот развивал. Ни одного нету. Я могу кассаиктантам показать, у католиков, по маквински, по макимпийски. Мало ли было. У православных были, даже неправедно жили, как Иоанн Кронштадтский, если он праведный, я не о нем говорю. Какая проповедь. Даже сидим в затворе, пиафан затворник, смотри, какими трудами разразился. Их бери, они как тяжеловесные гири. Все понятно, щетка, бей на пролом. У них нет никого. Никакой художник у них не появился. Ни один музыкант за 360 лет. Это что означает? Злопамятство. И вот мы считаем, Песков, это корреспондент «Консомольская правда». Он первый попал на абазу к Лыковым, к Арпу Осипу и еще его семье. И он говорит, а вот вы давно здесь в тайге-то? Говорит, да вот сколько-то, 30 лет. А вы знаете, что вот как вы в войну-то, как война? Опять воевали, опять. А с кем он? Говорит, с немцами. Петру проклятие. Это он с ними якшался. Если еще скажут, он сразу, это Никонокаянный. Ему проклятие. Как будто он за стенкой у него живет. Это старобрядцы. Он не может просто сказать-то. Ну, была, была война, горе-то какое. Пойди, много людей погибло. Ну, мог бы так спросить? Он ничего не спросил. Он первым делом проклятие. Но каждый день молится. Они исполнены проклятие. А Никон это все сделал. Никон вот эту реформу. Пальцы не так прижать. А Никон, вот фильм есть, 20 серий, а Раскол называется. Видел? Раскол. Напиши. Раскол. Расколоть. Раскол. Хорошо поставленный. Видно, что там были советники старобрядцев, ассистенты. Ну, мне сказали так. И посмотри, а они, ну, посмотришь, когда все 20 серий, тогда зайдешь. Не буду рассказывать. Они страшно злопамятные. Вот я был у них в Новосибирске. Ну, прошло сейчас сколько? Ну, сколько? Да почти 50 лет. Они третье поколение людей выращивают на злобе ко мне. В глаза не видали. А почему? Я сказал, что на русском языке надо проповедовать. Да как он посмел это говорить? Я говорю, необходимо вот то и то делать, чтобы Евангелие на родном русском языке. Да что он говорит? И дальше все остальное. Они злопамятные, свирепые. И не так. Он жену не уговаривает, он ее долбит. Как он, Скачев, говорил, ломиком рога сломливает. Понял. Можно следующий вопрос, да? Пожалуйста, не трать время зря. Хочу выдавить из себя свое я. Гордость. Подожди, перед этим что ты говорил? Еще перед этим там вопрос был. Я на него не ответил. Ну вот он и есть, который я сейчас задаю. Да, вот это после злопамятства, вот это вот, да? Да, да. Повторяю. Хочу выдавить из себя свое я, гордость, страх. Показаться быть слабым, ну, обиженным перед некоторыми людьми. То есть, выдавить свое я хочу. Что для этого нужно сделать? И поставить Христа на место. У меня не получается полностью это сделать. Я хочу, вот как у вас, к примеру, да? Вот вы полностью отказались от своего я и заменили, так сказать, да, Христом. Понимаешь, я даже этого говорить не могу. Вот я молился один раз, когда дали мне Библию. 27 сентября 1962 года в 17.00. Я знаю, сейчас я помрусь, мне идти на корабль плыть. Я только думаю, как я доплыву туда, как я успею мне это сказать, чтобы мне не умереть. Я Христа нашел, внутри меня была пустота. У меня все есть, здоровье, деньги, перспектива. Ничего нету. И вот, как выдавать? Я не могу на этот вопрос ответить, потому что я встал, я другой. И то, что было, оно исчезло, как будто никогда не было. Испепеленное. Я другой. Другой это я сам себя вижу. А отец мой, он такой чуть-чуть верующий был. И он это понимал. Когда встали, что-то пьяное против меня говорить. Он говорит, нет, если уж верить, то верить, как мой сын. Он от всего отрекся. И меня там нету. И меня можешь как угодно обвинять, то другое я буду молиться. И все твои нападки, я все обращу во славу Христу. Это слава, что вас гонят, поносят, радуйтесь, веселитесь. Да. А есть ли чистилище после смерти? Нет, в слове Божьем нет. Это выдумка католическая. У православных нету. Но если так рассудить, даже его нету. Но думают молитвами вымолить. И что-то там вроде мучился, ему полегче. Всякие видения-то. Его нету официально, но по нему живут. У нас нет папы, которому все подчиняются. У нас каждый смещенник папа. Он никого не слушает. Библию ему не показывает. Мы только судить. Вот возьми, католики все бритые. Я даже бордой не видел. Но появились старые католики. Сидят в бритые уже. А спрашивают, зачем брился? Какая тебе воля? Это мир. Мир весь. Я баптистам задавал вопрос. Вот если бы все были с бородами, вы бы брились? Да, конечно, нет. Значит, вы живете по стихии мира, а не по Христу. Все согласились. Так зачем вам это нужно? Ты в малом не верен. И над многим тебе Бог не поставит. А у меня военный билет. 62-й год. Я с бородой. На военном билете. В то время еще 30 лет советская власть будет. Самое гонение было от Хрущева. Но Господь сделал так. Я уперся ни под каким видом. Почему? Ничего не знал. Библию в руках не держал. Я просто внутренне, нутром моим чувствовал это. А как объяснить, я не могу. И по сей день я пальцем не толкал. Да, меня в лагере насильно брили. Это было такое. Но от меня же это никак не зависит. Я подневольный. Там 10 человек меня за руки, за ноги. Я что могу сделать? Только плакать. И я плакал. И что интересно. Когда первый раз обычно как приговор вынесли, ходатайство мое отмененное, если там не ответили свыше, то уже здесь должны меня побрить и постричь. А у меня завязались близкие отношения с начальником тюрьмы, полковником Соломиным Александром Семеновичем. И он меня выпустил из тюрьмы на этап с бородой. А дальше, дорогой мой, у него дорогой мой было. Дальше, а, родной мой. А дальше, родной мой, я уже не властен как. Он бы сделал, но никак. И когда меня там решили, то пришел замполит в лагере, а стриг меня щеченец. Так щеченца руки дрожали. И он говорит, а меня Аллах не накажет, что я вас стриг? Я говорю, да ты подневольный, что ты сделаешь-то? Расстелили большую простынь. И всю бороду собрали до волосинки. И у меня теперь две бороды. Одна у меня в конверте, а другая здесь. Так вот, надо же, представь, зэка привезли, и замполит пришел. Кудеринов или Кудеяров как-то его, мусульманин. С каким он расположением ко мне? И когда мне приходили письма из ООН, с Японии, из других стран, давать нельзя мне. А он меня вызывал и спрашивал, что вам нужно? Я говорю, мне нужно помолиться. И он меня запирал в кабинете, я у него сидел, считал эти письма, молился, плакал. А он письма мне клал себе в сейф. И когда я выходил, он все отдал. Вот какие люди бывают. Игнатий Тихонович, ну я не знаю, как у вас. А у меня лично, например, когда я там полгода не брился, с бородой ходил, вот уже в конце, в июне месяце, прошлого года, вот даже в магазин или в какой-нибудь там заходил, вот не то, чтобы на меня там все смотрели, это мне, ну не то, что все смотрели, ну многие смотрели и обращали внимание. Как бы это для меня, как бы никакой роли не играло. Ну, то, что как бы мне, меня она самого стыдила, почему, я не знаю, честно. Я не могу сказать точно, что вот борода, она стыдит. Я не могу сказать. Я просто говорю по себе. Вот и все. Почему так, я не знаю. Почему вы мне не позвонили, когда думали брить? Скажи, я стою на грани, чтобы обезобразить себя. Почему ты не позвонил, лицемер? Ну, ты же мог мне позвонить-то. Я бы за тебя усиленно молился бы днем и ночью-то. Я тебя, сатана, убрал бы руку с этим прибором. На кого ты похож-то? Как пёс шелудивый. Следующий вопрос можно? Давай. Душа после смерти проходит мытарство. А потом сразу идёт в ад или в рай? Или же какое-то там время, я не знаю, ждёт суда или я не знаю. В определённом месте находятся и мучаются, но это не окончательное решение. То есть определённое место – это не ад, это другое место. Не, не можем мы говорить. Написано про богача в ваде, будучи в муках. Но это притча. А сказать, как сегодня 20 мытарств проходит в течение 40 дней, 20 таможен. Тебя за бороду-то судить там будут, как ты не убоялся. Это хуже изнасилования. Хуже изнасилования. Дина была только обесчещена, изнасиловали. А когда бороду на полу набрели, очень обесчещены. Чё что-то понимать-то? Крутишь глазами. Бессовестный ты. Меня даже ни во что поставил. Скобленец. Зачем ты сделал это? А зачем? Это называется блудодейная ересь. А кто-то сказал, что ты сказал? Да кому ты такой нужен? Как один говорил, возгрек обылья. Зачем тебе это сделать? Бог-то сделал. Ты весь ответ. Я в малом чту Бога. Все иконы, Христос, даже сектанты, и те пророки, апостолы. Посмотри на передыха, ингредица какой. Основатели марксизма, ленинизма. Правда, у Карла Маркса поменьше. У Ленина, я говорю, клинышком. У Сталина усы, у Хрящевой на голове ничего нет. Это всё прогресс идёт. И кому ты хочешь подражать? Апостол. Все с бородами до 100%. Христос с бородой. Ну, кому? Не любите мира, бородобрите, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче. Это вон какая причина-то. Нет любви к Богу, к Его творению. И заметь, у петуха хвост какой, какой, как, и вот коса у него завёрнута, и как у куриц. Какие рога у барана, какие у овечки. Ну, всё разница, мужчина и женщина. Зачем ты побрился? Зачем ты хочешь быть на бабу блудную похож? Да понимаешь, нет. Борода, как сегодня, даже доказывает, это её энергия. Что интересно, самое последнее изыскание. НАТО, это не просто организация какая-то подзаборная, НАТО, специально начало исследование о бороде. Четыре группы. Одних берут, которые служат, допустим, в морфлоте или где-то. 25-25. Считал? Да, 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 я видел. У тех, потери бородатых, ни одной потери не оказалось, нету, и оружие безотказное работает. Уж всё доказано. Не мёрзнет. Она меня закрывает. Она делает меня похожим на тех, с кем воюем. Меня снайпер не сразу может отличить, кто я. В Сирии работали. Нет. Что угодно, только не без бороды. Пускай что-то другое у меня отнимут. Мне дали срок, а я написал заявление. Дайте мне срок больше. Дайте не общий режим, а строгий режим. Но не троньте бороду. В заключении сидел Владимир Ульянов. Почему бороду не сбрили? Сидит их кружок борьбы за освобождение рабочего класса. Семь человек. Бабушкин. И старшему Ульянов. И ни один небритый. Все с бородами. А там в учебниках? В учебниках? Я ничего не придумываю. Что ты наделал? Выбрось бритву сегодня. Прошу тебя. Выбрось ее. Не прикасайся. Попроси у Бога прощения. Борода отрастет. Такой ты был красивый, творчество, замечательный. На кого ты похож-то? Чучело огородное. Да у меня борода быстро растет. Ну давай. Ну так выбросишь, нет? Бритву-то. Что ты встыпился у нее? Постараюсь. От жены, говорит, не боятся расстаться. А бритву... А что ты брови почему не побрил? Да ну, брови зачем, блядь? А зачем борода? То на лице. А почему ресницы не обстриг? Понимаешь? Все на своем месте. Это знак мужества. Сегодня говорят, переплетение волос, какая энергетика идет от этого. Приборы мы испытываем. Мужик без бороды это не мужик. Клоун. Это все, говорит, как этот сказал, пришел туда Суворов-то из самого дальнего похода в Альпы-то. Ну, а ему знакомый врач говорит, вам надо отдохнуть, съездить на курорт. Он, зачем? У меня дома своя каша. Там перечисляют, что есть. А зачем я пойду? Туда едут артисты и всякая сволочь. Всякая сволочь. Бритая. Вот и все. Ясно. Ну, видите, я просто один, понимаете. Постоянно работа, дом, дом, работа. И если бы я, например, где-то трудился, вот как в селе у вас, например, да я бы даже и не задумывался об этом. Понятно. Обстановка меняет. А вера у человека не зависит от обстановки и его окружения. Он везде один и тот же. Он светоч. Он город на вершине горы. А ты стену убрал. Тебе не надо начинать было проповедовать. К тебя уже борода сразу спрашивает. Ты что? Какой-то верующий, что ли? Не раз... Да, Тебе с бороды сколько было бы свидетельств. Женщина одета, когда она в хиджабе, в платке. Вот смотри, как одета она. Ну, вы понимаете или нет? Я вам сколько рассказывал. Ефрем Сирин подумал, а если кто так подвизается, как я? Господи, покажи мне, чтобы я набрался. Чем кончилось, знаете? Господь сказал, иди. И на этой дороге ты кого встретишь, первый только, он тебя навучит, кто тебе подобен. Ну, он идет, и первая попалась ему блудница на букву Б, вторая, говорит, букву алфавита. И он остановился, и что дальше-то идти-то? И она остановилась, его рассматривает со всех сторон. И он не вытерпел, и говорит, слушай, а что ты на меня смотришь? Она говорит, я взятый из ребра, заткнись. А ты взятый из земли. Гляди в землю, ты что на меня уставился? И он развернулся, и домой плакать. Господи, я что себе подумал-то? Какая женщина, путанная ночная, с ночного дежурства идет. И она его так усекла. Да не просто как. Она проехалась по нему этими словами. А заметь, как у мусульман. У него глаза открытые. Он идет, а ее не видит. Она в хиджабе, мешок. А у нее щель на глазах. И она на него смотрит и видит. А женщина-мужчина-то не видит. Она ходит в мешковине такой, как правильно. И показывает, один шейх, шейх, идет с женой, центральная газета, российская газета. И она показана. Он идет и за руку как будто тащит ее. Она вся как мешковина. А там, может, и ноги прекрасные. И вся она прекрасная. Но на нее ни один мужчина не может смотреть. Он смотрит на землю. И он и женщину-то не видит. Главное-то почему? Потому что женщина больше нуждается в мужчине. Ей защита нужна. А мужчина, он и не думает это. Наше дело, говорит, не рожать. То-то, то-то и бежать. Я, кстати, когда сразу бороду сбрил, у меня такое началось, что я там и дрался, например, и ругался на работе. Ну, понесло, Астапа. А вот тебе по бритой-то бороде легче было смазать. То есть все-таки борода амортизирует. Да, ну. Я делал так, чтобы в меня не пропадали. Я в Москве, интересно, были в Донском монастыре, и вышли, певцы поют. Там по 73 года больше вышли, а кладбище, на кладбище, во время службы вышли покурить. А я тут с Алтая навалился. Вы что делаете, старики? Вы же сейчас в хору пели. Ну, не в хору, а клирос там. Ну, вот, а что ж безбородия? Да вот работаешь, когда там радиоактивная, еще в 70 лет работаете? Ну, то есть соврал. Второе. Так если какая пыль она на бороде, я ее тряхнул и слетела, а у тебя на голое тело ты болеешь. У меня тело чистое. У меня ни одного пятнышка нет на теле. Нету. Что там, какая-то зараза. Почему? Я до колен сапоги. Я без сапог не хожу никогда. И весь ответ. Ну, просто я когда еще ходил тогда, узнавал за работу, например, да, у нас вот кроме армии, наверное, не было ничего для мужчины. Где можно было и заработать, и более-менее, как для мужчин, да, было. Вот сейчас, где я живу, на Донбассе. Вот. И пошел в армию, там говорят по уставу, это 100% надо бриться. Ну, я тогда еще с бородой был, мне они сказали, ну, мы, если что, тебя будем прятать. Ладно. Берем уже даже с бородой. Меня когда готовили к операции, врачи сказали бороду убрать, усы. Потому что сейчас в рот всовывает, когда анестезия, дышать надо. Я говорю, это нельзя, это невозможно. Они подумали, ну, ладно, так обойдется. Ну, маленько-то, ну, не будь ты тряпкой такой. А вот сказали, то другое. А вы скажи, посмотрите, адмирал Макаров, как выглядит? Покажи воинов русских, как они воевали, с какими бородами были. А партизаны тебе вообще все в этой войне были, все бородами? Почему? Да одно дело условия, а другое дело, это помогает не заморозить горло, гортань. Она прикрывает борода. Тут уж не отмажешься от этого. А вот там сказали, где-то посмотрели. Мне это неведомо. Он скажет вам бороду, он не рад будет, что мою бороду всепился. Я вот так побрею, что он будет, говорится, три дня будет чихать. Почему ты без бороды? Ты подкаблучник. Для чего ты на женщину, похоже, спрятался? У мужчины его власть. Не, я не подкаблучник, это сто процентов. Ну, так вот. А я мужчина, где бы ни заговорил, любая женщина мне подчиняется. В добром. А я соскочил, с поезда бежать, а проводница, а почему вы с бородой? Я говорю, а почему вы без бороды? Это ее интонация. Ну, я женщина. А я мужчина. Она не знает. А как вас жена к себе такого допускает? А зачем ей допускать? Она не властна своим телом, а муж. И она не знает, что дальше отвечать-то. Я ей по Писанию отвечаю. Вот так. Муж, жена, разобрали. Муж без бороды, это не муж. Тряпка грязная. Понял. Выброси сегодня же бритву и попроси у Бога прощения. А я за тебя помолюсь. Попрошу. Попрошу. Сейчас на молитву встану. Да. Так, еще что? Все. Спаси Господи. Слава Христу. Слава Христу. Так, если ничего нет, я отхожу тогда. Все. Отошел. Выключайте. Увы. 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 Увы.